Здравствуйте, дорогие читатели, подписчики! Я приветствую вас в Донской государственной публичной библиотеке, где уже в эту субботу, 26 января, в 14 часов, состоится первая в этом году лекция моего проекта «Территория свободного чтения», темой которой станет современный детектив, его жанр и многообразие и устройство. На самом деле нет ни одного читателя, которому хотя бы раз не хотелось окунуться в увлекательную атмосферу расследования, забыть о своих насущных проблемах и с головой уйти в книгу. Для этого существует детективная литература, которая по мере своего развития набирает все большую популярность. Последние исследования чтения показывают, что детектив занимает первое место в структуре художественного чтения. В чем же секрет его популярности? Почему популярность эта не падает, а с каждым годом все растет и растет? На самом деле особого секрета здесь нет. Есть такой очень интересный исторический факт. Во время Второй мировой войны станции лондонского метро были привлечены в бомбоубежище, где для людей были организованы спальные места, столовые и в том числе библиотеки. И вот первое место по чтению, по популярности в этих библиотеках как раз заняли детективные истории от Агаты Кристи и других классиков этого жанра. Таким образом люди пытались отвлечься от того страха, в котором они находились, пытались не думать об ужасных вещах, которые происходят вокруг, и отвлекались от своей реальности. И на самом деле это очень актуально и для сегодняшнего времени, особенно для жителей больших городов, которые часто живут в состоянии стресса, депрессии, других подавленных эмоциональных состояний, которым иногда хочется забыть о каких-то своих повседневных проблемах на работе, дома и окунуться в какую-то атмосферу совершенно далекую от их реальности. И в рамках нашей лекции мы поговорим о самых популярных современных детективах, о нестандартных детективах, о его истоках, о идейно-вдохновителе детектива. И в рамках этого видеообзора мне хочется остановить свое внимание на некоторых современных интересных работах, которые не являются типичными детективами в нашем понимании. И поговорить о отце современного детектива, о Эдгаре По. Книга, которую я держу в руках, она издана как раз к 110-летию, с дня рождения этого великого писателя, и выполнена в очень хорошем издании. В 1841 году Эдгар По совершил вездивное эпохальное событие. Он опубликовал первый в истории литературы детективный рассказ. Всего он написал их три. Первым стал «Убийство на улице Морг», который автор написал под впечатлением от преступления, совершенного в Париже, действия этого рассказа он тоже перенес в Париж, и главным героем его стал сыщик Агюст Дюпе, который, собственно, и стал прообразом всеми нами любимого Шелока Холмс. После этого рассказа По опубликовал еще два «Похищенное письмо» и «Тайна Марии Рожи». Ну, как человеком был увлекающимся, и детективный жанр потом забросил, потому что пробовал себя в совершенно новых качествах. Но примечательное это событие не только тем, что По стал первым человеком, который вообще опубликовал детективный рассказ, а тем, что он в своем рассказе разработал каноны детективного жанра, по которым работают и современные авторы. Именно он выделил три основополагающих ключа детективного жанра. Это фигура сыщика, структура сюжета и антураж романов. То издание, которое я держу, оно выполнено в очень качественном формате, как я уже говорила, от юбилея писателя. И примечательное оно не только этим, но еще и тем, что иллюстрации к нему выполнил известный и очень популярный во Франции иллюстратор Бенджамин Лакомб. Лакомб является представителем современной художественной школы, одним из самых ярких ее представителей и родоначальников. С детства этот человек мечтал быть мультипликатором и вдохновлялся работами Тима Бертона. И если вы обратите внимание на эти иллюстрации, то увидите определенное сходство с работами этого знаменитого режиссера. Лакомб работает в технике, которая сегодня отчасти уже утеряна. Он работает аэрографом. Его работы очень популярны во всем мире. Они выставляются в самых престижных арт-галереях, продаются на аукционах. Сам Лакомб является еще детским писателем, иллюстрирует детские книги и популярные уже всем полюбившиеся произведения, в том числе вот эти рассказы о и Алису в стране чудес, которые он иллюстрировал в прошлом году совсем недавно. Эта книга представляет собой очень хорошее, качественное, подарочное издание, которое может стать сюрпризом для тех, кто никогда не был знаком с творчеством этого автора, и хорошим подарком для тех, кто является его поклонником. Один из самых нестандартных детективов последнего года считается работа американского голливудского сценариста Крейга Залера, который называется «Мерзкие дела на Нордгансон-стрит». Залер впервые попробовал себя как писатель, до этого писал сценарий к голливудским фильмам. Собственно, это здесь и прослеживается, потому что все сцены очень кинематографичны в этом произведении. Что является очень интересным фактом, как только эта книга вышла в Америке, была опубликована в первую же неделю, Леонардо Ди Каприо выкупил права на ее украинизацию, забронировал за собой главную роль. Действительно, эта книга произвела огромное впечатление не только в Америке, но и вообще во всем мире. Когда она попадает в руки читателю, первое, на что мы обращаем внимание, это аннотация, которая обещает нам самый жесточайший триллер десятилетия. Ну, на самом деле, конечно, у читателя, который искушен достаточно жестокостью сериальной, телевизионной, сразу разыгрывается фантазия в совершенно разных направлениях, но как таковой жестокости здесь нет. Здесь есть правдивая сторона американской жизни, та изнанка, о которой предпочитают не говорить. Действие этого произведения происходит в 90-е годы 20 века, в годы достаточно сложно, не только для Америки, но вообще, наверное, для всего мира. И происходят они в так называемом ржавом поясе. Ржавый пояс Америки – это средний запад, где в 70-е годы была сосредоточена вся тяжелая промышленность Соединенных Штатов. Самые крупные предприятия, но когда промышленность потерпела крах, многие предприятия закрылись, многие города объявили себя банкротами, но людям пришлось остаться, жить в них и существовать в таких очень тяжелых условиях. Сегодня эти регионы отличаются самыми высокими показателями преступности, где на одного полицейского приходится 800 правонарушителей. О этих городах, которые зачастую остаются без внимания прессы, без внимания государства, предпочитают умалчивать. Но Крейг Заллер немного приоткрыл завесу тайны и написал такую историю, в которой главный герой, детектив из Калифорнии, из солнечного веселого штата, совершив небольшой проступок, попадает сюда, на службу, в маленький город, в штате Мичиган, где на него тут же сваливаются различные неприятности. Приходится ему переехать сюда со своей семьей, естественно. Человек этот, человек слова, чести, долга, самый настоящий сыщик, самых традиционных канонов детективного жанра. Человек, который привык работать по совести. Но здесь он сталкивается с очень сложным выбором, который ему приходится делать. И иногда приходится выбирать, поступить ли по справедливости государственной, либо поступить по совести, по совести человеческой. И столкнувшись с этим выбором, он не знает зачастую, как ему поступить, и приходится ориентироваться в очень жестких условиях. Если вы еще не читали эту книгу, обязательно обратите на нее внимание до того, как выйдет экранизация, потому что, конечно, когда вы посмотрите потом фильм, впечатление же будет совсем не то. Детективный жанр сегодня является не только самым популярным, но и самым универсальным, потому что он проник в другие литературные жанры, и прочно с ними смешался. Детектив сегодня существует в самых различных вариантах. Есть иронический детектив, психологический детектив, триллер, полицейский детектив, детектив закрытого типа, и еще многие другие, в числе которых существует такой интересный жанр, как фантастический детектив, с которым я хочу вас познакомить. Эта книга Ричарда Моргана, известная в Америке фантаста, который был достоин очень престижной в фантастическом сообществе премии имени Филиппа Дика в 2002 году. Вышла эта книга в том же году, но у нас она, к сожалению, как-то прошла незамеченно, и обратили на нее внимание только после ее экранизации. Экранизация этого романа вышла в прошлом году в виде 10-серийного фильма от компании «Американская Нетфликс». Сериал имел очень большой бюджет и собрал очень много поклонников. И сразу, естественно, все обратились к творчеству этого фантаста. И у нас также эти книги были переизданы. Если обратить внимание на обложку, здесь уже присутствует постер этого сериала, то есть она уже издана после его просмотра. На самом деле эта книга очень универсальная. Читать ее могут даже те, кто не любит фантастику. Она будет интересна всем, кто любит читать идеи философии, постгуманизма, киберпанка, политики, философии и любых таких социальных течений, далеких совершенно от фантастики, на первый взгляд. Действие этого романа происходит в 25 веке и посвящено очень интересной проблеме, проблеме человеческого сознания. В частности, переносы сознания человека в компьютерные сети. Если лет 30 или 50 назад эта идея оказалась еще очень фантастической, то сегодня футурологи и ученые прогнозируют, что уже через 30 лет, уже в нашем веке, это будет возможно. Собственно, такую возможность и рассматривает автор со всеми вытекающими из нее последствиями. Каждый человек в этом обществе в возрасте одного года получает компьютерный носитель, который называется картикальный стек, на который записывается его сознание. С этим стеком он ходит всю свою жизнь, которая хранит все его данные, его воспоминания, его память, его мысли, эмоции. То есть все, что человек из себя представляет. К моменту биологической смерти человека этот стек может быть пересажен с любого другое тело, и так человек может жить вечно. Такая утопичная идея, которая у автора разворачивается в совершенно новом варианте. Естественно, в обществе происходит расслоение. Кто-то может себе позволить такую технологию, может жить вечно, целыми столетиями. Такие люди называются мафы. Они живут отдельно в этом обществе, а кто-то целую жизнь может копить на новую оболочку и никогда ее не получить для себя, и прожить самую обычную человеческую жизнь. Главный герой этого произведения – универсальный солдат, такой очень типичный персонаж для классической боевой фантастики, Такеши Ковач, которого нанимает один миллионер для расследования собственной смерти. Вот такой очень нестандартный для детектива сюжет. Но попав в такую реальность, занявшись этим расследованием, этот солдат понимает, что он всего лишь пешка в игре этого миллионера и начинает потихоньку разгадывать тайны, для чего он здесь нужен, что происходит, и попутно изучает общество, в котором он оказался. Общество – это для него чуждо, оно полно каких-то своих проблем и противоречий. И несмотря на то, что, как многие вещи выполнены в жанре такой боевой космической фантастики, эта вещь, конечно, имеет некие огрехи и по сюжету, и по стилистике, где-то она кажется очень простой. Но при всем при этом оторваться от чтения совершенно невозможно, потому что ты, во-первых, окунаешься в мир в стиле очень такого классического, хорошего, высококачественного киберпанка, по примеру, например, «Бегущий» или «Полезвий» фильма. Особенно понравится эта книга любителям этого фильма, потому что здесь соблюдается и антураж, и определенные каноны этого жанра. Любители детектива могут найти здесь совершенно интересную историю, убийство и расследование. А любители философии могут поразмышлять на тему человеческого бессмертия и как оно вернется для нас. Итак, в рамках этого небольшого видеообзора мы поговорили лишь о малой части детективов и о самых нестандартных проявлений. Ну а более подробно я приглашаю вас в эту субботу, 26 января, в 14 часов, в выставочный зал нашей библиотеки, где мы поговорим о самых ярких представителях и ярких авторах этого направления. Жду всех желающих. До новых встреч! Продолжение следует...